что ослабляет иммунитет вот сейчас это климпесельсия то что тут написано почитайте дальше пойдет три и пять слайдов где расписано гораздо более полно что может стать причиной ослабления функции иммунитета и это безусловно врачам прежде всего следует знать и учитывать во время ведения довольно чего здесь нет так это того сезонного иммунодефицита которые конечно здесь надо я посмотрите вот сейчас пойдут причины развития вторичных иммунодефицита приобретен я просто их покажу и кисла вы хотите прочистили не видно мы не прочесть вам и вычитает почитайте вот обратите внимание ну вещь инфекции это понятно это понятно что ну кто не знает скажу что ему вирус иммунобефицита когда он попадает в организм он живет и лимфоцитохелпер так придумано природы некоторые считают что это это божеский промысел что вирус иммунобефицита имеет рецепта имеет на теле лимфоцити инструмент молекул которого привязывается и беспрепятственно заходит в тассе вы видели какая роль большая тассе интернет и дирижеры умного ответа и когда там сидит вич постепенно количество клеточек тассе тассе помощников падает и тогда ты смотрите есть вич инфицированный больной это не больно это человек вич инфицирован он еще не больно и он может быть таковым долг вплоть до сейчас показано что в нигерии секс женщины сексуальной индустрии имея вич в своем организме не болеет спида описаны случаи 10-15 лет вич инфицированный человек не болеет но большинство а почему не были пусть иммунная система сильно и техника не снижается их количество но когда количество ты хелкеров снижается постепенно достигает критического уровня то вич инфицированные начинают болеть не тяжелыми инфекциями а теми сопрофитными теми оппортунистическими инфекциями с которыми мы живем вы знаете что у нас в организме очень много микробов посчитали что их если взвесить это до трех килограммов микробов это особый разговор и считаю что это чуть ли не отдельный орган для у нас неизвестно кто на ком паразитирует все весь остальной организм на вот этой микробиоте на физиологическом микрофлоре я уже затрону другую тему сейчас важно чтобы понимать что вич инфицированный и больной спида это две разные стадии на стадии уже спида мы начинаем лечить противовирусными препаратами а то только этот больной получает иммунотропные препараты усиливающие функцию иммунитета следующий ну тут понятно все 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 заболевания хронические и обычные и тот же пилонефрит который достает очень часто больных это все проявления вторичного не понятно только что очень часто задают вопрос чего начинается с того что на территории слизистой снижается функциональная система и это первично или когда уже инфекция попала и развивается она тогда снижается функция я думаю что бывает так и так скорее всего но моя точка зрения что чаще бывает первым это страдание иммунной системы на территории слизистых оболочек как только там снижается иммунная система свою функцию тот органы прорвется ли то что мы называем станет слабым мест следующий там и аритоменозы мы пошли вы видели что это тоже очень важные моменты которые нарушают тяжелые препараты химиотерапии нарушение иммунной системы стероидные гормоны которые мы назначаем больным с аутоиммунными заболеваниями они снижают ну и понятно что радиация которая которая вот вот это вот это то что лежит в основе развития синдрома повышенной утомляемости что это стрессовые ситуации связанные с психоэнациональными стрессами связаны с переутомлением это те молодые люди которые приходят сейчас на прием достигшим уже чего-то своей жизни уже они зарабатывают прилично но они это сделали большим трудом и это нужно было им бегать и нервничать и переутомляться и в итоге они копили свою модную систему и это как раз тот момент когда можно еще человеку помочь чтобы у него не развились хроника инфекционным чтобы не развивалась опухоль вот этот случай синдром повышенной утомляемости за красот что можно регулировать с помощью профилактического приема иммунотропных препаратов то чем мы говорим сегодня вспоминает расчет ну и тут это уже как бы было это и пожилые люди и дети операции травм следующее ну и теперь иммуномодулятор теперь это тот последний кусочек о котором я говорил и трансферфактор ясное дело что их много сейчас во всем мире много но в украине просто такое ощущение что все иммуномодуляторы со всего мира собраны к нам в украину часть их не зарегистрировано в через вам комитет часть виде биологический активный табак в принципе это понятно потому что и в россии такая же история и у нас и это понятно потому что чернобыль конечно наделал создал условия для того чтобы так произошло теперь что такое трансферфактор надо сказать что история трансферфакторов начинается видеть это фамилия этого человека занесена уже в книгу это безусловно талантливый очень человек ему первому пришла в голову мысль он понимал что тогда это было вообще как она могла ему прийти как он понимал что иммунная система оставляет память после встречи с антигеном он подумал что если это так то можно взять клетки иммунной системы выделить оттуда что-то тогда он не понимал что и ввести человеку который умирает от иммунодефицита ну или тогда туберкулез это было то что он позволял так экспериментировать на люди у него был больной который выжил который излечился туберкулеза и был больной который погибал вот он взял лейкоциты одного больного выздоровевшего выделил разрушенных отцентрифугировал все это или на достаточно жидкость взял постерилизовал и ввел к больному человеку этот болезнь выжил и тогда вот лоуренс назвал то действующее начало которое здесь то что он получил на взгляд процент фактор перенос то есть он перенес нечто чтобы что сообщила информацию клеткам умной системы больного и клетки иммунной системы больного активировались и победили палочку коха человек выздоровел от туберкулеза вот с той поры началась эра исследования трансферфакторов и их назвали лейкоцитарные трансферфакторы или еще инъекционные трансферфакторы это важно и они до сих пор исследуются до сих пор проводятся международные конгрессы по трансферфакторам лейкоцитарным я сейчас покажу какие есть препараты фармакологические по инъекционным лейкоцитарным трансферфакторам разных стран но произошло вот восемьдесят девятом году произошло событие которое раздвинуло границ было показано вот этими двумя исследователи лейкоцитарным упадоком они показали что трансферфакторы можно выделить из молозив вот тоже идея они понимали насколько молозиво является важным в развитии иммунной системы эмбриона насколько в нем много всего иммунологического на уровне сигнальных молекул которые запускают иммунную систему и эти люди запатентовали свой метод выделения трансферфакторов тогда это еще называлось трансферфакторы вот они очень много сделали по технологии выделения по концентрированию по стабилизации этих препаратов чтобы они не разрушались по исследованию что же такое вот они выделили по молекулярным свойствам так но важно чтобы был сделан чтобы раздвинуть таскать горизонт можно было уже не лейкоциты брать и медицировать что это стало уже опасно есть и есть другие передающиеся с инъекцией с кровью инфекции тоже гепатит c вы знаете насколько это чуть не хуже чем ничуть не лучше как правильно сказать они сделали трансферфактор который можно получать через через ну и очень важно что они доказали что эти трансферфакторы принципиально не имеет видовой специфичности они настолько универсальным настолько важны для развития иммунной системы что природа у всех млекопитающих сохранила эти трансферфакторы сохранила поэтому взял из молозива выделить скажем кроликом там козий и какой-то еще лошадиный взяв с молозива выделить эти методика трансферфактор их можно использовать у человека без реакции на побочных эффектов на эти трансферфакторы был выбран крупный рогатый скотт был выбран молоко с очень такими серьезными подходами к отбору контролем инфекциям по приему антибиотиков вот и получение здесь слайде говорит как много сделано в науке попал по изучению трансферфакторов в том числе и трансферфактор выделенных из молозива так и что очень много очень большая была работа по использованию в клинике доложено вот на 11 конгрессе посмотрите около двух тысяч пациентов ни разу не было зарегистрировано посетива побочных эффектов были получены положительные зато при самых разнообразных и вот что было произнесено в девяносто девятом году в девяносто девятом году впервые было сначала было предположено вот этим автором а потом это было доказано что трансферфактор это цитокины это цитокины вот здесь пишется от и клеточного происхождения то есть т.к. выделять это цитокины а в последствии было показано что это цитокины которые могут выделяться идут не только 3 лимфоцитами но и другими клетками иммунной стены просто эти цитокины они являются по молекулярной массе меньше чем обычные цитокины о которых мы говорили было показано что такой цитокин состоит всего лишь вот из там 20 25 аминокислотных остатков такой пептид их коротенький то есть это не молекула белка большая а это коротенький пептид которому как выяснилось на поверхности клеточек здесь свои инструменты как или какой говорим рецепторы с которыми эти цитокины эти трансферфакторы соединяются и оказывают свое действие на различного рода клетки иммунной системы еще в девяносто пятом году и я когда ездил от фармкомитета знакомиться с технологией его производства в праге и я скажу что это высокотехнологичные наука емкий теперь вы сами понимаете насколько это все не просто с точки зрения науки вот к сожалению они не зарегистрировали нас этот препарат потому что вспомнить это время когда денег не было а это дорогие вещи и чехи решили что мы потратим деньги на регистрацию но к сожалению никто не будет украине покупать и решили это дело начать отодвинуть на свету на самом деле появился вот афинолейкин это последний уже разработки в россии тоже еще раз это видоспецифический антиген специфический лейкоцитарный инъекционный трансфер фактор следующий теперь немножко для того чтобы все таки понималось как они работают я уже сказал что вот эти трансфер факторы или цитохины как мы с этим можем говорить